КОНЕЦ Наши правду я приказал министрам изменить слова. Для начала вместо доброго утра, нужно говорить спокойной ночи. Так мои верноподданные будут начинать лгать. А кто врет с утра, тот, как известно, врет до вечера. А когда придет время спать, нужно говорить доброе утро. Но остальной подработают мои министры как можно быстрее. Реформы для народа. После реформы словаря мы издадим для народа закон, который провозгласит ложь обязательной. Это будут важные уроки истории. Начнется новая эра. Ваше величество. Ваше величество. Ну, ваше величество. Боже, царя храни, сильный, державный, царствую на славу нам, царствую на страх врагам, царь православный, Боже, царя храни. Кремль во все времена держал граждан великой необъятной за полных идиотов. В наши дни мерзкое отношение властей и их прислужников к жителям России проявляется в телевизионной пропаганде. Перед выборами в Госдуму седьмого созыва в начале сентября 2016 года зрителям всех без исключения федеральных каналов показали постановочное телешоу с участием первых лиц. В нем Путин с Медведевым повторяют библейский сюжет, в котором Христос встречается с рыбаками, а потом преламливает с ними хлеба. В роли Христа, то есть Сына, Медведев, в роли Бога Отца, Путин. Ну а Святого Духа, по всей видимости, олицетворяет машина телепропаганды, посредством которой это священное действие проникает в каждый дом, во все уголки России. Насчет копирования библейского сюжета можно поспорить, но вот в постановочности происходящего сомнений нет. Заместитель директора новгородской компании Еврохимсервис Лариса Сергухина, которая стояла рядом с Путиным на рождественской службе в Свято-Юрьевом монастыре, ранее встречалась с ним в качестве бригадира рыбаков. По официальной версии, эти рыбаки познакомились с Путиным еще в сентябре 2016 года, когда президент вместе с премьером прогуливались по озеру Ильмень. Давайте вспомним, как об этом вещали служители Министерства правды. Владимир Путин посетил Новгородскую область. В неформальной обстановке президент встретился с председателем правительства Дмитрием Медведевым. Путин и Медведев пересели на катер и совершили прогулку по озеру, где встретились и пообщались с рыбаками. Те, в свою очередь, показали гостям древний способ рыбалки с помощью невода. Уже на берегу разговор продолжился. После праздничных мероприятий столицы Владимир Путин и Дмитрий Медведев приехали в Новгородскую область. Президент и премьер-министр отправились на прогулку по озеру Ильмень. Встретив рыбаков с неводами, остановились. К этому вечеру мы получили кадры с озера Ильмень в Новгородской области, куда после посещения Дня Москвы, сменив официальные костюмы на одежду выходного дня, отправились порыбачить первые лица государства. Катер с президентом и премьером на борту подходит к Сойме. Ильменьские рыбаки используют традиционные суда. Меж ними под водой натянута 200-метровая сеть. Путин и Медведев знакомятся с экипажем. Четыре человека, самый молодой Евгений, сын бригадира, перенимает опыт. После празднования Дня Москвы Владимир Путин прибыл на остров Липнов в Новгородской области. Там президент в неформальной обстановке встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым. После осмотра церкви Владимир Путин и Дмитрий Медведев отправились на прогулку на катере по дельте реке Мста. По пути президент и премьер сделали остановку и пообщались с рыбаками. Президент и премьер пообщались с местными рыбаками. На водной прогулке Владимир Путин и Дмитрий Медведев встречают местных рыбаков. Эта рыболовная команда старается хранить древние традиции, потому их суда почти ничем не отличаются от старинных новгородских лодок, так называемых «соем». После уже на берегу, усевшись у костра и прихлебывая горячую уху, рыбаки пожаловались, их исторический флот может пойти на металлолом. Лодки, построенные по старинной технологии, сегодня не соответствуют речному регистру. В 19-м году был приказ речного регистра и внесены изменения, что классификация маломерных судов... И не укладывается просто. Да, построены были в 2007-м году, то есть, если бы, знаешь, заранее, можно было бы как-то войти в этот... Уложим, да. Очень похотел. У президента и премьеры сегодня был очень насыщенный день. Владимир Путин и Дмитрий Медведев завершить его решили на рыбалке в Великом Новгороде. Рыбу ловить будут на озере Ильмень. Там уже на катере плавает Александр Юношев. Меня зовут Саша. Саша, так, я точно знаю, что Саша меня слышит, по крайней мере, да? Да, Саша, тебе спасибо, ну а мы продолжаем. Пользователи социальных сетей немедленно обратили внимание на то, что Сергухина и другие «рыбаки» в кавычках участвовали и в предыдущих встречах Путина с народом. В марте 2016 года Сергухина фигурировала в репортажах как крестная мать подводной лодки «Великий Новгород». На торжествах и действующие военнослужащие, и ветераны их поздравляют даже случайные прохожие. Особое внимание к этой женщине. Она из Великого Новгорода, имя которого носит новый корабль. Там устроили целый конкурс на звание крестной мамы новой подлодки. Петр Калинич был контр-адмирал и капитан подводной лодки. Это мой дядя из дальнего детства. И вот так получается, что я крестная мама подводной лодки. Меня боги и Аллахи выбрали, когда мне было почти 10 лет. Меня мама очень не любила, потому что у меня были вьющиеся волосы, и по характеру я была не похожа на нее, и она постоянно меня драла за волосы. Потом у нас был Сталин. У меня сталинский характер, поэтому меня боги и Аллахи выбрали, и мной постоянно занимались. Крестная мама разбивает аборт бутылку шампанского. Я думаю, что я их смогу поздравить лет через 7, когда я буду президентом России. Это не ФСОшники и не рыбаки, написал в своем телеграм-канале политик Леонид Волков. Это представители самой мерзотной и банальной категории. Местные общественники во все бочки-затычки. Такие есть в каждом регионе. Вы все знаете этот типаж. Бурная и бойкая женщина средних лет, которая сегодня вдова ветерана всех войн, завтра активистка ТСЖ, послезавтра православная активистка, а по четвергам член городской общественной палаты. Что уж в моменте потребно местной администрации. Лариса Сергухина, женщина на лодке и в храме, бригадир рыболовецкой артели, на самом деле крупный местный предприниматель, совладелец новгородского агрохолдинга Еврохимсервис, поставляющего удобрения, сельхозтехнику и запчасти из Европы. Она же непременная участница всех круглых столов в администрации Великого Новгорода о развитии сельского хозяйства. Такую зовут каждый раз, когда начальство требует от местной администрации. Пришлите нам на мероприятие, кого-нибудь, чтобы лишнего не болтал. Ну вот теперь еще и православная рыбачка. Почему нет? Но что вот еще интересно? Она мошенница, утверждает Волков. Проанализировав данные о тендерах с участием Еврохимсервиса, Волков пришел к выводу, что это фейковые конкурсы. На картинке фейковый конкурс на поставку удобрений для нужд колонии. Исправительная колония 9 в Курской области. Почему фейковый? Потому что закрытое акционерное общество «Агрохимическая компания Курск» это дочка открытого акционерного общества «Торговая компания Еврохимсервис». То есть тендер сыгран между двумя зависимыми компаниями. Генеральный директор закрытого акционерного общества «Курск» Лариса Борисовна Сергухина, девичья фамилия Галактионова. В ТК Еврохимсервис она же заместитель генерального директора. А генеральный и основной акционер – ее сестра Ольга Борисовна Галактионова. Ну вот такой обычный для России кейс. Вместо конкуренции на госзакупках аффилированные фирмы изображают конкуренцию. Даже если речь идет о том, чтобы машину селитры продать исправительной колонии. Интересно, для каких целей? И это не разовый кейс. Там все госконкурсы этого Еврохимсервиса такие. Ну так вот, это Лариса Борисовна Сергухина. Она и есть знаменитая теперь уже бригадир новгородских рыбаков. Она в сентябре ест уху с Путиным и Медведевым. Она же с дочерью молится рядом с Путиным в храме. Рыбак из нее, естественно, никакой. Она просто местная новгородская бизнесвуменша и общественная мошенница. И, очевидно, никакую федеральную службу охраны это не смущает. Вполне себе классово близкая. Годится для того, чтобы позировать на всех фото рядом с президентом. Мы бы просили все-таки рассмотреть вопрос увеличения штата рыбоохрана и оснащения их современными техническими средствами. Дайте предложение. Насколько вы здесь увеличите? Постараемся тогда, но еще добавить трех инспекторов, я думаю, что... Ну и еще сами будете приезжать. Ну и технику дайте, наверное. Ну, чтобы побыстрее просто было, потому что основная проблема с драконьерами, как известно, потому что они быстрее, чем рыбоохран. Потому что основная проблема с драконьерами, как известно, потому что они быстрее, чем рыбоохран. Потому что основная проблема с драконьерами, как известно, потому что они быстрее, чем рыбоохран. Субтитры создавал DimaTorzok